Научные шоу и популярные лектории. Выставка научных разработок и смотр всех девяти институтов и двух колледжей НИУ БелГУ. Вот что ждало гостей фестиваля профессий госуниверситета. Медики развернули центр реанимации, юристы вовлекли абитуриентов в криминалистическое расследование. А представители института наукой земле дали всем желающим поуправлять беспилотником. Плюс рассказали, как он устроен. Инжиниринговый колледж БелГУ пошел дальше и организовал для гостей фестиваля профессий бои роботов. Отходим. Шингис меня травит. Что такое? Все сделано для практической направленности. Все сделано для того, чтобы дети почувствовали профессию, как говорится, руками на практике. Также там находятся представители всех институтов и факультетов. И они консультируют детей по вопросам уже конкретного обучения. Сегодня БелГУ — это 340 образовательных программ, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ординатуры, по которым обучаются около 23 тысяч студентов. 3 тысячи из них — иностранцы из 91 страны мира. Я студент в Институте наукой земли. Уже 4 года тут учусь. Мне принципы очень нравятся. Наши университеты — преподаватели. Преподаватели, они очень хорошие. И они очень хорошо относятся с студентами. Они очень общительные. Высококвалифицированных преподавателей в БелГУ много. 16 академиков и членов корреспондентов РАН и 259 докторов наук. Но как день открытых дверей госуниверситета вписался в фестиваль наука-джаз? Это связано с тем, что для абитуриента в первую очередь интересен университет не только в плане получения образования, но и в плане получения для себя каких-то новых знаний, научных знаний. Поэтому было решение принято связать науку, джаз, образовательную деятельность, профориентационную деятельность. То есть всё единое, чтобы донести до каждого абитуриента, что НИУ БелГУ – это один из ведущих университетов, который соединяет в себе образование, лучшее образование в стране, научную составляющую, ну и творческую составляющую для каждого абитуриента. Илья Лядвин, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова